Всем привет, я Евгений Ковальчук и вы на канале WebDev. Добро пожаловать в новый урок, посвященный платформе Docker. И в этом видео мы разберем, что такое Docker Compose и как он помогает оптимизировать работу с Docker. В предыдущих видео мы рассмотрели, как запустить образ для создания контейнера с заданием имен и портов, а также, как использовать тома для сопоставления нашей локальной проектной папки с папкой в контейнере. И чтобы сделать все это, каждый раз, когда мы запускаем образ, нам приходится вводить длинную команду в терминале для указания сопоставления портов, имени контейнера, томов и дополнительной конфигурации. Иногда может быть, что у нас несколько проектов, для которых мы хотим запустить все контейнеры одновременно. Например, у нас может быть этот проект API, но также база данных, например MongoDB и фронтенд приложения на React. И все это мы хотим запустить в отдельном контейнере. И все это нужно запускать одновременно, чтобы отдельные приложения или сервисы могли общаться друг с другом. Конечно, все это можно было бы запустить одной огромной командой. Но гораздо проще в таких случаях использовать кое-что под названием Docker Compose. Docker Compose – это встроенный инструмент Docker, который предоставляет нам способ создать единый файл Docker Compose, который содержит всю необходимую конфигурацию контейнера наших проектов. И в нем можно определить сопоставление портов, дома, имена контейнеров и так далее. И этот единый файл будет настраивать все разные контейнеры, которые мы хотим запустить. После его конфигурирования, для запуска большого количества процессов, достаточно будет ввести одну небольшую команду. Давайте рассмотрим создание Docker Compose для нашего проекта. Для начала в корне проекта, именно в корне, а не в папке API, нам нужно создать файл и присвоить ему имя Docker Compose.yaml. Я не случайно сказал, что добавлять его нужно в корень, так как на текущий момент у нас есть только сервер, который возвращает данные. В будущем видео мы еще добавим приложение на React, для того чтобы общаться с сервером и запрашивать эти данные. Сначала мы указываем версию Docker Compose, которую хотим использовать. Для того чтобы узнать доступную вам версию, в терминале вводим команду Docker Compose Version. Так как я сказал, что Docker Compose – это встроенный в Docker инструмент, то никаких дополнительных установок не требуется, и общаться с ним можно напрямую из Docker. Версия, которая вам вернулась, в моем случае это 2.22.0, нужно добавить в файл Docker Compose. Присваивается это значение соответствующему полю Version. Далее на следующей строке определяем поле «Сервисы». У свойства Services нет значения, как у версии, но внутри него есть множество вложенных свойств и значений, которые говорят Docker, как построить образ для сервиса, а также как запустить контейнер для него. То есть в контексте Docker Compose, сервис – это отдельное приложение, которое необходимо сконфигурировать, и для которого мы хотим создать образ и контейнер. Единственный сервис, который у нас есть на данный момент, это проект API, так что я делаю отступ. После этого создаю первую службу API, а затем добавляю двоеточие. Название не обязательно должно быть таким же, как у папки. Я делаю это для большей ясности. Также обратите внимание на отступ. В YAML файле он важен и имеет значение, так что обязательно добавьте его. Далее на следующей строке мы должны снова сделать отступ, чтобы настроить некоторые параметры для созданной службы API. Первое, что нам нужно настроить – это образ, потому что Docker Compose на самом деле создает образ, а также запускает контейнер для него. Для этого мы добавляем опцию сборки – Build, чтобы указать, как будет строиться образ. Далее нужно определить относительный путь к папке, где находится Docker файл для этого проекта. Нужно это потому, что Docker Compose будет использовать Docker файл, который мы применяем для создания образа. В нашем случае это путь .slash API, и все. Дополнительно у нас есть свойство Container Name, которое говорит Docker Compose, как назвать наш контейнер для образа API, когда он запускается. Я назову его просто API. Затем у нас есть свойство Ports, которое позволяет сделать сопоставление портов, как мы делали, когда запускали команду Docker Run для запуска образа. Данное свойство может принимать несколько значений, если вдруг наше приложение использует несколько портов. Поэтому если требуется указать список, то можно просто перечислить их друг под другом с необходимым отступом и дефисом. В нашем случае добавим стандартное сопоставление 3001-3000. И наконец, после этого, нам нужно свойство Volumes, чтобы указать любые тома, которые мы хотим создать при запуске образа для создания контейнера. В нашем случае это список томов. Так что каждый элемент начинается с отступа, дефиса и новой строки. На этот раз, когда мы создаем том, нам не нужно указывать абсолютный путь до папки, который мы хотим взять на нашем компьютере. Вместо этого мы можем просто определить относительный путь, так как теперь используем Docker Compose и отталкиваемся именно от местонахождения данного файла. Сначала сопоставим папку API с папкой App в контейнере, а затем сделаем то же самое для папки Node Modules. И если теперь мы посмотрим на созданную конфигурацию, то вы можете заметить, что ничего нового не появилось. Просто команду, которую мы запускали в прошлом видео, мы описали внутри YAML файла. Сейчас воспользуемся Docker Compose в терминале. Но прежде чем я это сделаю, я хочу полностью очистить все образы, тома и контейнеры, которые уже сделаны. Для этого вводим уже знакомую нам команду Docker System Prune и нажимаем Enter. Теперь наш Docker это снова чистый лист. Запустим Docker Compose, который использует созданный файл для двух вещей. Первое, что он будет делать, это смотреть на свойства Build каждой службы. На данный момент у нас есть только одна служба, но если было бы больше, он бы смотрел на них тоже. Затем он будет находить Docker File на указанных путях сборки и использовать их для создания образов для каждой службы. В нашем случае он просто создаст образ API. Второе, что он будет делать, это автоматически запускать эти образы для создания контейнера для каждого из них. И эти контейнеры будут настроены в соответствии с указанными свойствами и значениями. В нашем случае он должен сделать контейнер с именем API, сопоставить порты и добавить тома. В терминале вводим команду Docker Compose Up. И все, никаких длинных команд, конфигураций и флагов. В терминале можно видеть процесс сборки, а также процесс запуска. Убедиться, что все работает верно, довольно просто. Переходим в Postman и стучимся на 3001 порт. Ответ с данными приходит, а значит все работает и все запущено. Кстати, если мы откроем файл сервера и попробуем его изменить, то эти изменения мы тут же увидим в терминале. Ну а если что-то поменяется в данных, то при их перезапросе эти изменения также будут динамически доступны. Последнее, что нам осталось рассмотреть, это остановку контейнера и его удаление после того, как мы закончили работу. Для этого откроем новый терминал и введем команду docker-compose down. Это остановит и удалит контейнер. Данная команда используется в большинстве случаев. Однако у нее есть небольшой нюанс. Это то, что образы и тома все еще остаются. Поэтому если мы хотим выполнить остановку и полное удаление, можно просто добавить флаг rmi со значением all. В терминале вы можете видеть информацию о том, что контейнер API остановлен и удален, а также удален соответствующий образ. Это можно проверить, если перейти в Docker Desktop. Вкладки images и containers будут пустыми. В следующем видео мы создадим React-приложение, которое будет работать с нашим API и докеризируем его с помощью Docker Compose. Если у вас по-прежнему остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте поставить лайк и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки курса. Увидимся в следующем видео. Пока!